Итак, вы пригласили меня на ваш фестиваль, зум-фестиваль по теме сексуальности и мое выступление, мой мастер-класс Он о темной стороне сексуальности Сейчас наша задача представить этот мастер-класс Человек – это часть такой очень большой живой системы И вся вот эта вот огромная живая система, она проживает сезонные Зима, весна, лето, осень И для каждого сезона что-то очень важное происходит вот в этой огромной системе Человек тоже проживает свои жизненные сезоны И если зима – это период, когда мы немного замираем Когда мы погружаемся куда-то внутрь себя, прислушиваемся к себе То весна – это когда появляются какие-то силы, появляются какие-то соки И они начинают двигаться Двигаться, и что-то начинает меняться вокруг Вот я подумала о том, о сексуальность Вот она же точно так же пробуждается весной И, пожалуй, наверное, это происходит каждый год с нами И мы словно оживаем И появляются вот эти какие-то совсем новые силы И вот прошлый год был достаточно трудным, и как-то весна не удалась И может быть, что-то в этой весне хочется немножечко наверстать Может быть, что-то за этот год важное произошло И хочется, чтобы это появилось в жизни И вот идея такая, да Как прийти в эту весну женщине И когда мы с вами изначально разговаривали Говорили о том, что вы бы хотели поговорить о темной стороне сексуальности Вот когда про светлую, это очень понятно Да? Про нее везде все говорят А темная Евгения, это что такое? Ну, во-первых, я не стал бы Времена года привязывать Ну, как бы вот природные циклы Времена года привязывать К жизни человека так буквально Как будто весной у нас больше сексуальности Зимой мы замираем и так далее Оно Я, мне кажется, очень важно И это уже позиция взрослых людей Взрослого человека Понимать Что эти сезоны, эти времена года Они в большей степени привязаны к нашим возрастным циклам То есть Когда мы маленькие дети Мы совершенно бесстыдны Мы не озабочены темой сексуальности Мы бегаем Мы в какой-то момент замечаем Что у мальчиков и у девочек по-разному Но это просто как грань разнообразия Вот Потом, когда начинается момент полового созревания Нам становятся интересны люди противоположного пола Мы на них так смотрим С каким-то интересом С подозрением Нас чего-то туда тянет И мы начинаем наши первые любовные приключения Влюбился в девочку Кто-то в 7 лет Это еще имитация Той самой любви Просто Ребенок слышит, что мальчики влюбляются в девочку И начинает это имитировать Но в этом еще нет никакой сексуальности Когда уже там лет 14 случается Нам 15 В 16 мы начинаем чувствовать набухание почек у мальчиков Вы понимаете, о чем я В лечении Девочки созревают раньше Мальчики позднее Поэтому мы растем в одном классе Вроде бы воспитываемся Но девочки ого-го уже принцессы А мы еще какие-то маленькие слуги такие Подмастерья Вот какие-то И девочкам интересны мальчики Которые в более старших классах Потому что они уже ого-го А это еще пацаны какие-то сопливые Вот Тут же мы встречаемся с одной стороны С внутренним желанием Вот такого сексуального опыта Мы узнаем об этом из каких-то Раньше из картинок Вот Из анатомических атласов И атласов искусства Когда я маленьким был Вот еще созревающим Сейчас мы можем в интернете найти Все, что нужно И в любом варианте С другой стороны Мы встречаемся с некоторым Социальным табу И запретом На проявление сексуальности До совершеннолетия Мы знаем, что Можно там и по уголовке Влететь, если мы Проявим свою сексуальность Неосторожно И вот это вот Создает первое напряжение Любое напряжение Социальное С одной стороны С другой стороны Наше биологическое Это для мальчиков, да? По уголовке влететь Да, конечно У девочек обратный процесс такой, да? Девочки больше попадают В позицию жертвы Девочки больше попадают В позицию жертвы Но девочки в этом возрасте Конечно, лет до 18 В своем большинстве Они неосознаны Им вроде хочется Они вроде вот так Попой покрутили Вот Они довели ситуацию До того, что Мы остались одни Родители уехали Мы остались одни И он начал Он начал приставать И мы такие Блин, он начал приставать И потом оказывается Что девочка Соблазняет Затягивает И потом Сама же проявляет Некоторое Определенное Недовольство Проишедшим И может рассказать И родителям И в школе И в милиции И прочие вещи Дело в том Что Такой осознанной Сексуальности У нас Не учат Об этом Нигде не говорят И всякие попытки Разумных людей С этого самого Запада Который хочет Нас разложить Говорит Давайте объясним Как это работает Давайте покажем Ну как минимум Что существуют Средства предохранения Вот Встречают Со стороны Ура патриотов Или людей Слишком моральных Ну как бы Границы Ограничения Вот Не надо Развращать Молодежь Она узнает Это из других Источников Сложность в том Что Очень мало Педагогов Которые Способны Грамотно Доступно И на молодежном Таком языке Объяснить Что это такое Как оно работает Природа Сексуальной энергии Вот Границы Ограничения Необходимые Для того Чтобы хотя бы Знать Ну Как минимум Уголовные Все эти статьи С другой стороны Ведь это же Важная часть Самопознания Ни один Даже самый Супердуховный Суперморальный Человек Не родился Ну кроме Как на супружеском Ложе Вот Мы начинаем Эти Да И людей Которые способны Говорить Об этом Естественно Мы или скатываемся В чистую Физиологию Начинаем Схемочками С указкой Объяснять Вот Или скатываемся В пошлость Отсюда Уничижительные Всякие Слова Которые Нарекают Какими-то Плохими Нецензурными Словами Половой Акт Мужские Женские Половые Органы Вот Потом Это оказывается Еще и под запретом А называть Это Все научными Терминами Как-то Стремно И мы не знаем Как об этом Говорить Смотрите Если В жизни Ребенка Сейчас Или подростка До 18 лет Произошел Какой-то Травматичный Сексуальный Опыт Насилие Какое-то Унижение Через Насильственное Раздевание Например И так далее Ребенку Стыдно Об этом Поговорить Потому что Нет Ребенок Понимает Что если Я об этом Расскажу Маме Или папе Они Отругают Но они Не отнесутся К этому С пониманием Не скажут Как мне дальше быть Не разделят Мои чувства Да И мою травму Не разделят Мои чувства И у родителей Если все-таки Ребенок решается Тут Как бы Такие простые Вещи Или идти Жаловаться В полицию Что Юридическое Разрешение Или же Говорить Сама Виновата Или сам Виноват Что ты Довел Так А ведь В случае Сексуального Насилия Или Сексуального Унижения Могут Случаться И с подростками Мальчиками С мужчинами Вот И в этом смысле Как быть Родители Не знают И это Темная Сторона Сексуальности И мы пойдем Еще дальше Как это дальше Проявляется Ну вот Ребенок с этим Столкнулся Повзрослел Мы все Родом Из советского Детства Когда Об этом Нельзя было Говорить Когда Секса В стране Нету И Ну может быть Нас будут смотреть Конечно Не совсем Такие Да Наши Телезрители Но тем не менее Тем не менее Как же быть Как же быть Уже во взрослой Жизни И что же Это такое Темная Сторона Сексуальности Ну вот смотрите К темной стороне Сексуальности Я отношу Так же Такие Ну как сказать Феномены Нашей Телесной Сексуальной Биологической Жизни Как Гомосексуальность Влечение К своему полу Об этом Вообще То есть Смотрите Западное общество Продвинулось В какую сторону Если ребенок Так себя осознает Мама Конечно Может попереживать Поскорбить По поводу Дочки Или сыночка Но она Может сказать Как бы не было Ты мой сын Или ты моя дочь И я просто хочу Чтоб ты был счастлив Чтоб нашел Того человека Который тебя Какой ты есть Разделит И по жизни Вы пойдете вместе Сказать это Русской маме Или не дай бог Русскому папе Это страшно Стыдно Стремно Это Ну какой-то Ужас Ужасный Вообще И нигде В открытых Источниках Или В каких-то Для людей Которые смотрят Официальный телевизор Об этом Нельзя Даже поговорить С родителем Ну вот Например Есть На Западе Там У нас тоже есть Но это как-то Полумаргинально Родители ЛГБТ детей Вот Которые Делятся И объясняют Мамы Более опытные Более старшие Рассказывают Как это случилось С ней Как она узнала Об этом И как Ей приходилось Проходить Эти стадии Принятия Вот И это темная Страна сексуальности Знаете В прошлом году Римский папа Так вот В какой-то речи Своей энциклике Или неофициальной речи Заявил Что сексуальность Это Божественный дар Человеку Я тоже Придерживаюсь Такой точки зрения Бог Природа Там Не важно Но если бы не сексуальность Граница нашего Забронированного эго Мы бы так К другому И не научились Открывать Так хоть Какое-то Может быть Биологическое Все-таки Влечение К К другому человеку Нас как-то раскрывает Делает уязвим Мы начинаем любить Нуждаться И так далее И многие мои знакомые Написали мне Вот смотри Римский папа Как он классно написал Папа вообще Наш человек Особенно Люди Знаете Такими Стантрическим Взглядом На мир Я говорю Слушайте Я очень рад Что папа Это написал Ничто не доставляет Человеку Столько Естественного Удовольствия Сколько сексуальность И ничто не доставляет Человеку Столько страданий Сколько сексуальность Потому что видите Сексуальность Мужчина И женщина Устроена По-разному Женщина Импринтируется Очень мощно Как на единственного Человека Любимого Возлюбленного На Того Мужчину Парня Который Впервые Доведет Ее В процессе Сексуальной близости До Пикового Сексуального Удовольствия У нее Мозги Включаются Все Мозь И она Готова Плакать Унижаться Она Готова Там Страдать Она Просто Его фотографии Всюду Развешивает И так далее Вот Она Просто Если он Где-то с другой Она устраивает Ему Ну Как Какую-то Жуткую истерику Темную Ночь души Вот И это Называет Почему Потому что Этот механизм Об этом механизме Что женщина Через первый опыт Может зацепиться Мало кому Говорится Вот По сути Вот Мало Мало где Говорится Что девочка Дорогая Ты идешь Секс Тебе он нравится В долгосрочных Последствиях У тебя У тебя Может Настолько Включиться Механизм Что туда Просто Никто Не попадет И ты Рискуешь Вообще Остаться Одна На всю Жизнь Потому что Твое Сильное Желание Запечатлелось Через первый Сексуальный Опыт Для мужчины Я сейчас Говорю Биологически Бывают Конечно Исключения Секс Это Эпизод Секс Это Эпизод И если Мужчина Ну как Сказать Эпизодически Вошел В эту Сексуальную Связь Он Как Самец Настроен Биологии Нашей На разнообразие То есть Мы Получив Добычу Получив Доступ Конкретной Женщине Мы ее Или захватываем На территорию Нашего Дома Вот И Когда она Захвачена Или когда Зацеплена За меня Я говорю Сейчас фигурально За меня Мне она уже Неинтересна Мне хочется Еще Мне хочется Оставить Семя Как Как животному В разных Самочках Мне хочется Размножиться Это мой Биологический Есть Наверное Вот эта Полигамная Природа Мужская И моногамная Природа Женская Да Конечно Есть Ну Условная Статистика Я не склонен Сейчас Ничему Доверять Потому что Мы понимаем Что мы Живем В неверифицируемом Мире И всякие Данные Включая Научные Это Только версии Но Версия Которую Я помню Что один Из восьми Мужчин Моногамин Вот А остальные Полигамны Но существуют Социальные Контексты При котором Один Мужчина Для одной Женщины Вот И Чтобы Создать Семью Нужно Оставаться Вместе Темная Сторона Сексуальности Вот Еще Так Вот Говорим Заключается И вот В каком Интересном Факте Вот Мы Поженились Вот Прошло Два С Половиной Три Года Вот Мое Сексуальное Желание К тебе Остыло Ты Меня Не Вштыриваешь Не Вставляешь У меня На тебя Не Стоит Я Прям Так Разыграю Сейчас Драму Нашим С вами Разговор Скажи Пожалуйста Дорогая Анна Жена Моя Могу Ли Я Ну Для Разрядки И для Того Чтобы Чувствовать Себя Еще Ого Ну Сходить Куда Налево Вот Ну Так Вот Если У нас Сердечный По-простому Такой Тривистый У нас Разговор Для Женщины Такой Разговор Это Дичайшая Травма Сам Факт Такой По основному Вопрос Да Я так Думаю Что Даже Я Сейчас Евмине Испытала Очень Много Сильных Чувств Когда Я Спросил Я Была Вроде Бы Готова Ко Вся Кому Что У Нас Сегодня Случится Но Тем Не менее Внутри Меня Где-то В области Живота Просто Все Так Опа И сжалось Ага Но Смотрите Мы Здесь Вот В Такой Дисциплине Которую Сейчас Преподаю Интегральное Душепопечение Разделяем Разделяем Биологический Человек И психический Человек Биологический Человек Это Человек Сфокусированный Ну Он Социально Адаптирован Но Он Сфокусирован Исключительно На Биологических Потребностях Выживание Секс Еда Если Это Есть Все Нормально Все Чисто Четко Нормально Психический Человек Это Способность Моя Ну Превзойти Эту Область И Строить Отношения Любви Как говорят На востоке Не из Нижних Чакр А из Сердечности Внимания И способен К любви Которая Выше Чем Биологическая Любовь Только Человек Психически Биологическая Любовь Означает У нас Договоренности Есть Брачные Договоренности Брачные Отношения Вообще Это Условия Тут Никакой Безусловной Любви Нет Это Означает Что Мы Входим Сексуальные Отношения Друг с Другом И Какая-то Предполагаемая Более-менее Честность То есть Измена Означает Что Мы Вошли В Сексуальный Контакт С другим Человеком Тогда Другой Может Поставить Отношения Тот Которого Предали Оставили Оставить Под вопросом Поставить Под вопрос Вообще Целесообразность Дальнейшего Совместного События Сожительства Потому что Ему Нанесен Был Ущерб То есть Или Ей Был Нанесен Ущерб Вот Психический Человек Это Человек Который Может Быть Рефлексивным К этим Механизмам И Может Осознавать Их Себе Может Выбирать Потому что Очень часто Когда человек Изменяет Или Входит В Другие Сексуальные Отношения Он Ну как Говорит Как и с Женщинами С мужчиной Так случается У меня прям Поплыло Перед глазами Я прям Ну то есть Животное повело нас И наши социальные договоренности И дети Там И уже совместные Какие-то проекты И квартиры Может даже Совместный бизнес Все по боку Хочу И все Биологически Человек Не способен Сдерживать Себя Здесь И он просто Идет за своим Желанием И будь что Будет Поэтому Возвращаясь К Папе Римскому Своим друзьям Я сказал Ничто не причиняет Столько удовольствия Биологического И столько страдания Как сексуальность Поэтому То что это Божественный дар Можно сказать Но Бог Или что там стоит За этим словом Или природа Там Не выписали нам Инструкции К этому дару И не дали Инструментов Управления И это хорошо Для того Чтобы мы Обучались Сами Этим Инструментам То есть Как с этим Управляться Как соотнести Социальные Условия Условности И правила И они важны С нашими Желаниями И здесь Конечно Вот с нашими Вот такими Потребностями Смотрите Смотрите В некоторых Цивилизациях Например Мусульманской Цивилизации Есть И до сих пор Практикуется Многоженство Условия Многоженства Здесь Вот какое Чтобы Мужчина мог Всех этих Хоть четверых Женщин Содержать И Чтобы Там Внутри Вот Этой Семьи С Одним Мужчиной И несколькими Женами Соблюдались Правила Уважения Старшинства То есть Есть первая Жена И третья Иерархичность Да И что Никто Не в обиде Я не знаю Как мусульманские Женщины Скорее всего Благодаря Социальному Контексту И этой Разрешенности Социальной Обусловности Справляется С тем Например Я первая Жена Сейчас И я смотрю Что он хочет Сексуально Вторую А я только Тут по хозяйству Чисто Забочусь Ну наверняка Справляются Потому что Эти правила Включая Чувство ревности Они Как бы Соотносятся С социальным Контекстом И с договоренностями Которые В этой группе Из пяти человек Существуют Где-то там В Тибете Существует Наоборот Женщина И например Пять-шесть Там мужей И так далее Если этими Социальными Правилами Условиями Оговорено То Как бы Наши чувства Состраиваются В большей-меньшей Степени С этим Ну конечно В идеале Мы хотим Чтобы был Хотя бы Один человек Который Телесно Душевно Эмоционально Разделяет Меня Со мной С которым Можно быть Без цензуры С которым Можно быть Добрым Светлым Чистым И который И смотрите Мужчина Ведь он же Сильный На полях Сражений Бизнес Дело Он приходит Домой И он Он слабый Он маленький И мягкий Майкрософт И может быть Ему Не до чего Он приходит Перебинтовать Ран И вот Вопрос К женщине Здесь Ты Женщина Ты Я мужчина Я пришел Домой И мне Не до чего И мне хочется Полежать И мне хочется Отдохнуть И потупить В компьютере И может быть У меня Тут Я могу Какой-то Нервный срыв Или депрессию Проявить И ты увидишь Мою слабость Будешь ли ты Использовать Против меня Для доминирования Или же Ты Ну просто Будешь Еще тише Еще меньше И поможешь Мне С этим справиться По-женски Не по-матерински А по-женски Просто Прилечь Рядышком Если ты Видишь Что я один Хочу побыть Ты не будешь Настаивать Давай поговорим О наших отношениях Может у тебя Кто-то есть И прочие вещи Здесь К этому способны Только люди У которых Сердце И разговорный Жанр Способность Понимать Свои чувства И говорить Раскрыто И это мы Уже где-то Между весной И летом Это у нас Конец мая Сейчас Вот Дальше Летний период Это когда мы Став парой Проходим Какие-то Кризисы Какие-то Сложные Сюжеты Где-то Мы уже Поругались Где-то Мы чуть Не разъехались Но все равно Выбрали Быть вместе И нас еще Сдерживают Дети Социальные Какие-то Условия Невозможность Разъехаться По какой-то Причине Мы где-то Так Все-таки Или же Мирно Сосуществуем Вплоть до того Что каждый Сам себе Покупает Продукты У нас Одна кухня Но разные Комнаты Или же Мы все-таки Находим Пытаемся Достучаться До той Любви Которая Была Вначале Но мы Слишком Увлеклись Внешними Делами И забыли Друг друга То есть Тебя-то Я вижу Лицо Твои Волосы Очки Вот это Вот кивание Но не вижу Тебя Я тогда Сажусь И говорю Подожди Что между нами Ведь что-то Было Правда ведь Что-то Было Я не понимаю О чем ты говоришь Садись Есть И тогда И тогда Я еще раз И еще Если нам Удастся Достучаться Друг для друга Или если я буду Стучать Ты откроешь Или наоборот Мы выходим На другой уровень И на этом Уровне Лета У нас Больше Общения Больше Еще Секс Как-то случается Но Он Как будто Мы его больше Ну как бы Делаем секс Не то что он Случился секс Мы его как бы Договорились Ну что Сегодня вечер Ну давай Вот Мы как-то Вроде И так Как раньше С точки зрения Эмоциональной Разрядки Удовлетворенности Чувства Слияния Уже Не Будет Если мы знаем Об этих сезонах И принимаем Это Как данность Нашей Биологической Природы То мы С этим Соглашаемся Вот Здесь Возможно Вот В летних Вариантах Возможны Разные Интересные Сюжеты И Случаи Разные Сюжеты И Случаи Ну например Есть у меня Одна пара Очень хороших Друзей Они Прожили Вместе Вырастили Троих Детей Дети Уже Взрослые Лет 20 Они Прожили Вместе Вот В какой-то Момент Он такой Человек В разъездах Я все Слежу Внутренним Цензором Чтобы не Не проговорить Лишнего Вот Он Полюбил Девушку В одной Командировке Полюбил Девушку И Он Когда Мужчина Влюбляется Уже в зрелом Возрасте После 40 Он Начинает Аккуратненько Карахориться Смотрит Рубашка Чтобы поглаженной Была Он Как-то Начинает Вдруг Следить За собой Так Чтобы Все Очень Классно Прошло Ну вот И Жена Это Заметила Она Его Любит Между Ним И сексуальной Близости Уже Нет Но Дружеский Контакт Очень Близкий Есть И Вот Ту Историю Которую Он Рассказывал Мне И Своим Друзьям Некоторым Наверняка Она Посмотрела На него И она Сказала Слушай Пойдемте Купим Нормальные Кроссовки Джинсы Рубашечку И все Он Так О Пойдем 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 Тебе же Командировку Скоро Да 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 Вот Представляете Они Идут Она Его Девает Вечером Собирает На поезд До Другого Города И он Садится И он Стоит А созванивается На звонках Знаете Мужчина Начинает Очень Много Писать Ну что Ты Ждешь Я Еду В этот Момент Вот Он Приехал В другой Город Он Вышел На вокзале И Вдруг До него Дошло То Есть Реальный Человек Который Любит Настолько Что Готов Меня К этому Всему Моему Приключению Подготовить Женщина Ведь чувствует Когда он Устремлен Куда-то Он Как бы Не с ней Он Сел На вокзале Посидел 20 минут Подумав И купил Обратный Билет Прекрасная История Понимаете Вот Какая Вот что Такое Женская Мудрость Которая Терпелива И Которая Любит В действительности Не Закатывает Истерику И этот Человек Уже Доросший До души Евмений Но мы При всем При этом Продолжаем Рассматривать Такой Аспект Что Мужчина Полигамный И это Он Хочет Куда Уйти А Женщина Она Остается В рамках Семьи Она Верно Дожидается Она Что-то Делает Проходят Какие-то Курсы Гейш Ходят Косметический Салон Чтобы Быть Привлекательным Для своего Мужчина Но Ведь Есть И Другая Сторона Когда Женщина Смотрит На своего Мужчину Говорит Я больше Не хочу Я больше Не могу И Она Не хочет Вот Эти отношения Поддерживать И муж Может быть Даже Никуда Не убегает Он Никуда Не исчезает Его Все Устраивает А вот У нее Что-то Произошло А так Случается Очень часто Когда Женщина Ориентирована На развитие То есть Она Ходит Дышать Чакрами Она Ходит На Расстановки Она Ходит На Тренинги Она Развивается 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 У нее Новый Круг Знакомых По Интересам А мужчина Не Развивается Мужчина Ну Мужчина Такой Обычный Мужик Обычный Бытовой Мужик И у Них Становится Все Больше Разрыв В Интересах Потому Что Ведь Смотрите Секс Очень Небольшой Частный Случай Жизни Но Эпизод Если по Времени Брать То Он Занимает В Семейной Жизни Ну Не Так Много Времени Как Другие Аспекты Позаботиться Поговорить Принести Продуктов Что-то Приготовить Не важно Мужчина Это Или Женщина Чтобы Чтобы Вместе Поесть Куда-то Вместе Съездить Душой Вместе Вот А не то Что мы Поехали И каждый Свой Телефон Вот Если Женщина Развивается Мужчина Остается На прежнем Уровне То Разрыв Интересов Происходит Это Как Частный Случай У Меня Есть Тоже Очень Хорошая Пара Я К ним Где-то Может Лет пять Назад Заезжал Домой И Просто Я с ними Дружу Она Известный Психолог В Москве А он Ее Муж И Она Решила Ну Как-то Вести Семинары С ним Вместе И Вот Это Очень Интересная Ситуация Была Когда Они Ведут Вроде Вдвоем Знаете Парное Ведение Семинара Ее Реплики Такие Весомые Четкие Афористические А его Реплики Такие Ну Как Это Блеклые Он Как будто Только Поддакивает Только Поддакивает Вот И Тут Ей Продолжили Бесплатно МБА Кажется Пройти Или Какой-нибудь Там Какой-то Тренерский Курс Я не Помню И Она Поняла Что Ну Вот Ее Попытка Вытянуть Мужа На Как Сказать На Равностную Позицию В социуме В тренерстве Ну Мягко Выражаясь Не удалась Не очень Удачно Приходит На нее Билеты Покупают На нее Ну Понимая Что Следующий Скачок Обучения Сделает Разрыв Еще Больше И вот Учителя Но Оказывается Что Больше Чем К Учителю Она Тянется К Нему Вот И Там Может Что-то Слепиться А Этот На Находился В домашних Условиях Он Зарабатывал Денежку И И он Остается И как же Так Дорогая Редакция Случаев Этих Много Но Сейчас Я хочу Сделать Отсылку К Замечательной Книге Американского Психолога Специалиста По расставаниям Эстер Пэрель Эстер Пэрель Книга Называется Право Налево И Она Разбирала Ситуации В которых Произошла Супружеская Измена В книге Она в аудиоформате Есть на Литрессе Это встроенная Реклама Но мне Литресс Не заплатит Ни копейки Поэтому я Говорю Откровенно Об этом Значит Она Разбиралась С этими Случаями Где Еще Что-то Можно Сделать Потому что Люди Приходили Один человек Или вдвоем Или можно Что-то Сделать С нашими Отношениями Мы уже Хотим Порознь Но Может Есть какая-то попытка И она Просто Исследовала Если У исследователей Есть Заранее Что Непременно Нужно Соединить Это не Исследователь Это человек У которого Есть концепция Что нужно Их соединить И тогда Получается Как правильно Вот И Она ведет Их К тому Результату К которому Души Их Направлены А К своему Собственному Ну От ума Который А не По жизни И вот В этой книге Она подробно Описывает Огромное количество Таких случаев Когда Она Вот на этом Точке Расставания Или совместности Была Человеком Который Была Полезна Это очень Мудрая Книга Вот И У меня есть Случай Например У меня Один друг Есть В некой Зарубежной Стране У Который Там Находится Как бы В командировке А детей В России Женщина Воспитывает И они Не берут Развода Но он Там Ну Как бы Знакомится По полгода Живет Приезжает Жене И я ему Говорю Понимаешь Ты берешь От двух Женщин А до конца Ни одной Себя Не отдаешь Поэтому Они Каждая Получает Половинку Тебя А ты Получаешь Сразу Две Женщины И он Не так Смотрит Просто В глаза И уже Просто Из души Говорит Я не могу Выбрать Мне и то И то Нужно Здесь мы Приходим К такому Феномену Как полиамория Когда люди Соглашаются Жить втроем Не важно Один Мужчина И две Женщины Или два Мужчина Одна Женщина У нас Это Немыслимо Или Это Как-то Очень Закрыто На западе Это Возможно Но я Смотрел BBC Фильм про Полиаморию Просто Такой Нейтральный Следовательский Я видел Что один Из троих Несчастен Двое Вроде Купаются В любви А один Несчастен Просто он Привязан Хочет быть Рядом Я сейчас Рассматриваю Все Эти Сюжеты Как Лето Лето Это Кризис Лето Это Вроде И Ну Мы Мы И празднуем Лето И ходим В короткий С коротким Рукавом Но чувствуем Неотвратимость Осень Поэтому Можем ли мы Проходить Кризис Можем ли мы Честно Говорить На этом Этапе И на этом Этапе Или мы Проходим Кризис И оказываемся На новом Этапе Отношений И так Как раньше Больше Не будет Или же Мы здесь Расстаемся Чаще Я замечаю Что женщины Выбирают Расставшись Единственным Любимым Одинокий Путь Вот И иногда Там Случат Советы Сексологов Что женщине Чисто для здоровья Это нужно Вот Но я Предполагаю Что если Женщине Нужно Что-то В себе Выжить Чтобы Пойти Как на Процедуру Здоровья Смешно Смешно Однако Да Понимаете Но некоторые Вот так Вот живут Вот Мне приходилось Консультировать Это уже Где-то К началу Лета Или даже К весне Женщин Которые Занимаются Проституцией И Они Содержанки То есть Они Красивые У них Отдельная Комна Квартира К ним Мужчина Приходит Раз Богатый Состоятельный Бизнесмен Или чиновник Приходит Он ее Содержит Она Красится Пудрится Когда Всякие Такие Штучки Одевает Когда Он Приходит Он Платит Деньги Иногда Он поступает Без души Невежливо Только Справляя Нужду Как Как Говорится Такая Девочка Вот Мне Говорит Ей 26 Лет Она Говорит Я Понимаю Что Вот Это Что-то Не То Но Что Мне В пятерочку Ити Работать Вот И Я С ней Разговариваю Рациональным Языком По-доброму Она Не Слышит Она Аргумент На Аргумент Я Посмотрел И в глаза Это Доже Было По Скайпу Я Говорю Слушай Ты Выжженная Земля Понимаешь Ты Земля На Которой Прошло Несколько Пожаров И Больше Ничего Не Растет И Она Заплакала А Эти Девочки Они Умеют Выкручиваться И всяких Эмоциональных Штук И Говорит Я Получила Зачем Пришла К вам Спасибо Она Заплатила Мне двойную Цену За Консультацию За Одну Просто Фразу А Ценность Была В чем Я Увидел Ее Я Не Увидел Ее Роль Я Не Увидел Ее Конфликт Я Посмотрел Глубже В Ее Выжженную Душу Вот Мне Приходилось С С С С Когда Женщина Проявляла Инициативу В браке Вырастают Дети И Нужна Ремиссия Хорошо Детей Мы Вырастили И Они Порядочные Супру А зачем Мы здесь Зачем Мы вместе Имеет Смысл Продолжать Между Нами Ничего Нет Вот И Вот Строительство Новых Мостов Ремиссия Поиск Новой Миссии Это Некоторая Работа Некоторый Труд Души На Которые Способны Люди У которых Энергия Сюда Как Миним Поднялась А Если Мы Говорим Об Осени То Осень Это Конечно Угасание Сексуального Желания При Том Что Я Тебя Уже Не Хочу Сексуально Ну Оно Естественно Не Происходит Возбудиться Можно Но Естественного Желания Но Я Хочу Быть С Тобой Я Хочу Видеть Твои Глаза Мне Очень Нравится Твоя Забота Мы Прошли Долгий Путь К Глубинному Взаимопроникновению К Диффузии Душ У нас Дети И Внуки И Для Меня Тоже Это Важно Что Мы Вместе Собираемся И У каждого Есть Место В семье Да И Я Хочу Быть С Вот Вот Это Вот Бытийность Вот Когда Она Уже Не Подпитывается Чем-то Ну Таким Биологическим У нас Она Близость Сердец Сключительно Вот И Вот Это Вот И Есть Мне Кажется Настоящая Любовь Когда Биологически Обеспеченная Любовь Закончилась А Теперь Дело За Нашими Душами И За Нашими Личностями Способностью Договариваться И Честно Говорить Если У нас С тобой Зрелая Любовь Я Честно Могу Сказать Знаешь Я Вот Вот Сексуального Желания Нет Возбудиться Искусственно Это сделать Можно Но Нет Я не буду Врать Мое Естество Не Возбуждается Но Ты для Меня Самый Близкий Самый Родной Самый Теплый Самый Прекрасный Человек Я С тобой Остаюсь И Никуда Не Ухожу Я Остаюсь С тобой Вот И Я Очень Нуждаюсь Я Как твой Любимый Муж Очень Нуждаюсь В том Чтобы Если у тебя есть Какое-то Смущение Или сомнение На эту тему Чтобы ты Говорила мне Потому что Женщина Если раскрутит Сомнение Или Какую-то Мысль Она же Очень много Тут накручивает И потом уже Не видит мужчину Потому что Она так чувствует Я хочу Чтобы Такое Знание Есть Такая Установка Есть Что Нельзя Простить Ну да Вот И В этом смысле Я хочу Чтобы мы Были честны С собой И мы Как два Всадника Два Всадника У которых Есть две Лошадки Мы уже Осознали Что мы Не есть Эти лошадки Мы на них Вместе Скочим Скачем Мы Вместе Идем То ли Голопом То ли Медленной Ходьбой Вот Мы Мы Уже Можем О природе Наших Лошадок Говорить Как О чем Что мы На уровне Осознанности Превзошли И это Уже Ближе К осени Ну да Причем Осень Она ведь Может быть Такая Что это Начало Осени Когда еще Вот Золотая Осень Такая Красивая Пора Может быть Уже Ноябрь Когда уже Все Опало Так вот О чем Хочу сказать А если А если Вот они Так Поговорили И Ну ты Очень Так Душевно Об этом Говорила Я это Впускала В себя И Понимала Что я Наверное Ну вот Этому Говорю Внутри Себя Да И Внутри Меня Поднималось Такое Что Вот Когда ты Уходишь Куда-то И Я тебе Купила Новые Кроссовки Есть Такой Красавец А я Осталась Дома Одна То Я Прислушиваюсь К себе И я Понимаю Что Мне Тоже Нужно Вот Это Вот Ощущение Что Я Желанная Женщина Мне Нужно У меня Тоже Еще Бабье Лето Может Быть И Мне Хочется Чувствовать Вот Эту Связь И Вот Это Желание С Муж А Мой Муж Уже В Новых Кроссовках Куда-то Ушел Вот Здесь Для Меня Такой Вопрос Если Я Не Остаюсь Если Если Я Не Остаюсь Сидеть Дома Чистить Кастрюльки Покупай себе Новые Туфельки И Ухожу Тоже То Когда Мы С тобой Встретимся Какой Между Нами Будет Диалог Как Ты Думаешь Видишь ли Я же Сказал Тебе Не о том Что я Куда-то Или Кому-то Иду Это Было В Предыдущей Истории А я Сказал Тебе О том Что Мне Уже С тобой Телесно Физически Не хочется Ну По душе Обоюдно Это же Ведь Обоюдно Ведь Скорее Всего И Мне Не Хочется А вот Это Что Мы Должны Верность Друг Друг Хранить Это И Надо Мною Тоже Каким-то Образом Давлеет У нас Тогда Просто Если Мы Честные И Равностные Партнеры Не так Что Ты Запасной Аэродром Для моего Самолета Тогда Тогда У нас Два Пути Или Или Мы О Договоримся О О том Что Отпускаем Друг 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 На Свободу Или же Мы Договоримся О том Что Мы Храним Сексуальном смысле Верность Потому Что Душевное Притяжение Между Нами Есть И Оно Существует А Животное Период Активности Наших Животных Пошел На Спад После 49, это я сейчас по ведической психологии говорю, это нормально, когда воды возвращаются внутрь. Тогда честность в любом случае важна. Но с другой стороны, заводит-то нас мужчин, не знаю, как у вас женщин, я лучше у женщин поспрашиваю об этом, когда есть интрига измены, когда присутствует ко всем этим гормонам сильным, присутствует в этом адреналин, страх разоблачения. Здесь мы биохимически зависимые. Если присутствует страх разоблачения, интрига интересна. То есть, как странно получается, с одной стороны мы говорим доверительно, а с другой стороны страх разоблачения. Как же быть? Вот, если мы доверительно говорим, то уже такого сильного сексуального опыта не будет, потому что там, ну что можно, какой близости можно достигнуть. Вот это вот как-то важно очень звучит. То есть, если мы в состоянии поговорить доверительно... Там не случится сильно. Там только гениталии чего-то достигнут и все. А если меня моя любимая женщина и с этим принимает, и отпускает, и кроссовочки выбирать ходит вместе со мной. Я возвращаюсь, даже не доехал. Но мы каким-то потрясающим образом... Да, смотрите, при этом вот есть, знаете, искренность, есть имитация искренности. Это актерское мастерство. Точно так и здесь. Ну вот, доверительный разговор действительно доверительный? Или же мы имитируем интонациями для того, чтобы получить вторичные выгоды от псевдодоверительности? Вот, поэтому как-то если вот я... Ну, потом еще темная сторона сексуальности – это и фетиши или какие-то физиологические предметы, особенности, которые актуализируют сексуальное возбуждение. Ну, например, вот этот случай, я думаю, что он достаточно такой типовой. Вот мужчина влюбился в ее тело, когда животика не было. После родов или после того, как она заедала стрессы, которые где-то получала, или, может, даже в семье, она располняла. А у мужчины его программа. Она, как бы, он запрограммирован психически-биологически, его механизм сексуальный в мозгу. Вот на такой формат. Худенький, плоский животик. Живот вырос, попа выросла, тазовая область выросла. Его механизм не возбуждается. Душевный контакт есть, но он чувствует, что на эту гору залазить не хочет. И это же не от нас зависит, на какие штуки импринтируется наш психический механизм. И он может это делать через усилия для подтверждения своей любви. Но тогда он будет нечестен. Он тогда будет врать с собой и своим телом, если ей важно, чтобы он подтвердил любовь к ней. Вот, поэтому никуда нам не деться или выходим на честный, серьезный разговор, включая у наших фетиши. Мне женщина, одна знакомая, работала в интим-магазине. Вот, это очень такой искренний человек. Она психолог, но в какой-то момент тут она пошла и 9 месяцев проработала. Говорит, вот я, значит, это, значит, ну, заходит пара. Она такая крупная женщина, а он где-то ей вот так вот и такой худенький. И видно, что они в таких жестких партнерских отношениях. То есть она, и она выбирает вот этот вот самый на полочках, как их называют, не помню, короче, резиновый фалос. И он говорит, нет, нет, девушка, дайте поменьше, пожалуйста. Вот, она говорит, нет, этот будет нормально. То есть и вот в этом фетишном, в этом БДСМовском мире, там еще огромное количество всего, о чем не принято говорить. Вот, и если мужчина хочет так вот, и женщина хочет так, и она находит в этом удовлетворение. Ну, как-то мне это непонятно, но это их фишки. И они честно об этом договорились. И, скорее всего, не очень честны. Потому что он настаивает на меньшенький, а она хочет большенький. Там кто-то кого-то трахает, и, скорее всего, это не мужчина, а женщина. И трахает и иным образом. И вот здесь я ее спрашиваю, эту женщину, которая консультант. Говорю, ты им как-то что-то сказала или, ну, как-то, она как консультант, но как психолог действует. Говорит, там такая мощная связь и подавление, что скажи, я хотя бы, ну, как-то мягко, что вы уж там возьмите поменьше. Я чувствовал, я чувствовал, что просто меня такой волной агрессии обдадут, что лучше туда не лезть. Вот. И это все наша темная сторона сексуальности. Это все то, о чем не принято говорить. Это все то, что мы пытаемся маскировать правильными установками. И очень часто этими установками убеждаем себя в них и врем в конечном итоге себе. И не проявляем никакой нечестности, неуважительности другому. И если другой уходит, вы замечали, как партнер, которому изменили, люди уничтожают социально, достают компроматы, не оставляют ни копеек, отпускают с парой носков и зубной щеткой просто. Это же вот она темная сторона сексуальности. Ах, ты не хочешь со мной? Ну, тогда смотри, у меня хорошие юристы. Вот. Какие-то подтасовки, какие-то документы, которые были тайно отсканированы и передаются в налоговую. И это как люди уничтожают друг друга после того, как один из них не хочет с другим заниматься сексом или хранить сексуальную верность. Вот об этом. Зима начинается в этот момент. Зима в этот момент начинается. И в этот момент зима, и все замерзают. И в этот момент, да, потом происходит, люди расстаются, если деструктивно, то друзья, близкие, родители, родственники должны позиционироваться. За кого ты? За того или за того? И этот круг друзей рассасывается. И еще очень долго это перемалывается. И еще долго достается грязное белье другого, которое было похищено из общей квартиры. И показывается, а он то еще делает, а он то. А ты знаешь, у него еще такие были связи. Я давно подозревала. Я для него все. Вот она темная сторона сексуальности. Тоже один аспект. Можем ли мы, если человек все говорит, я наел, я не могу с тобой. Отпускать. Пускай это больно, пускай это трудно, но человек с тобой не хочет. Что-то между вами было хорошее. Все-таки 5 или 10 лет или 7 лет. Но будь благодарен. Благодарна за это. И отпусти легко. Просто скажи, если хочешь, иди. Идти, иди. Если хочешь забыть, забудь. Но было. Я благодарна и прошло. Вирджиния Сатир. Я думаю, что вам, конечно, известно это имя. Вот она говорила, что лучший успех в новых отношениях, если вы, осознав неизбежность и фатальность расставания, устроите ужин при свечах на двоих, чтобы это было в ресторане, чтобы это было дорого. Вспомните все хорошее и спокойно отпустите. По крайней мере, тогда ваши отношения друг к другу не будет фонить и отражаться на детях, потому что они же считывают. Им важно понимать. Если даже дети взрослые, они же все равно остаются детьми. И дети бывшими не бывают, хотя родители могут быть бывшими. И вот, представляете, Анна, мне во всех этих сюжетах приходится разбираться, вникать, погружаться. И это еще маленькая толика того, о чем стоило бы говорить, но мы с вами уже целый час. И, конечно же, это интересный разговор. У меня есть один друг, он такой философ, бывший священник, кстати, вот. И он такого очень философского склада. Он говорит, мне две вещи интересны для исследования. Бог и секс. Все остальное, оно по интенсивности явно проседает. Вот. Поэтому, конечно, исследовать феномен нашей биологической природы, как это относится с социальным, и как это вообще с нашей человечности и духовностью соотносится, это безумно интересно. И мне интересно этим будет делиться. Евгений, если вот подвести итог нашей сегодняшней встречи, то вот прямо буквально в нескольких словах, о чем же будет ваш мастер-класс, и что женщины могут ожидать, приходя в него? Давайте, прежде всего, вначале я сказал, что мне важен собеседник. Я готов и буду разбирать те или иные кейсы, запросы, которые будут возникать. Вот. И поскольку это будет все-таки фестивальный формат закрытый, я думаю, что там достаточно будет конфиденциальности, чтобы поговорить обо всем откровенно, вот, и чтобы мы могли, отталкиваясь от частного, прийти к некоему общему пониманию процесса и явлений, стоящих за частным таким случаем. Вот. И вы знаете, вот этот групповой эффект существует, когда говоришь вроде бы о частном случае с одним, и пять человек в группе могут сказать, оп, ты прям у меня такой же, я боялась спросить, слава богу, что кто-то спросил. Оказывается, это нормально, что такое бывает. Поэтому будем разбирать частные случаи. А вы знаете, я такой в разговорном жанре, оттолкнувшийся от частного к общему, а если и вопросов не будет, я рассказываю каких-то ужасных историй, пока вопрос не назреет, или пока какая-то история не срезонирует с тем, что у человека есть. И таким образом, я думаю, что это будет интересно, творчески замечательно. И наша беседа, вот смотрите, сколько у нас было и общих суждений, и частных кейсов, это в каком-то смысле, ну, показывает степень моей эмоциональной включенности, компетентности и сердечности. Я не осуждаю людей, которые не справились со своей сексуальностью или изменили, или чего-то. Я не тот, я не прокурор, не судья. Я тот, кому приходят люди залечивать раны. Спасибо большое. Будем ждать наших участников. Да, хорошо. И здесь, конечно, под этим видео будет ссылочка. А по ссылочке можно пройти, зарегистрироваться на фестиваль, на котором мы поговорим об этом подробнее. Спасибо большое за эту удивительную беседу. Где-то внутри меня зародились мысли, о которых я еще буду сегодня думать. Ну, и даже не сегодня. Спасибо вам за вашу сердечность, включенность и вот такой глубокий контакт, несмотря на то, что между нами сотни километров. Я прям чувствую вас как то, что мы напротив. За то, что вы подыгрываете моим играм, моим исповедям. Чувствуете там в животе что-то. Вот я думаю, что именно к этой, а не к научно-аналитическому, к этому, а не к научно-аналитическому разговору мы приглашаем на вот этом самом нашем мастер-классе. Спасибо, завершаем. До свидания. До доброго.